ФБР приступило к расследованию убийства Шеремета с работы над ошибками СБУ они начали. Украинская полиция перекрыла часть дороги в центре Киева, где был взорван автомобиль известного журналиста. Сделано это для удобства работы экспертов-криминалистов Федерального бюро расследования США. Сейчас давайте все подробности выясним у моей коллеги Катерины Петровой. Она уже с нами по телефону. Катя, приветствую тебя. Расскажи, что сейчас происходит в центре Киева. Вообще не поздно ли они взялись на месте трагедии работать? И можешь примерно нам рассказать, сколько сотрудников ФБР сейчас там находится? В принципе, судья. Ну, правда, сегодня где-то с 12 часов на месте взрыва машины журналиста работает в спецслужбе ФБР. Вот мы заметили где-то сотрудников шести, которые, на наш взгляд, все-таки работают на ФБР. То есть неукраинцы. Также были несколько представителей спецслужб Украины. И несколько машин полиции, которые просто оцепили периметр. И не разрешают машинам проезжать по улице Ивана Френка. Также вот сейчас мы видим, что они до сих пор работают уже больше часа на месте взрыва машины. Они замеряют, делают какие-то замеры. Собирают, скорее всего, частички взрывчатого вещества, которое могло остаться между... На асфальте. На асфальте. Ну, вот все, что, в принципе, мы видим, мы рассказываем вам. Нам не разрешили сделать видеосломку, аргументируя это тем, что данное видео может быть использовано людьми, которые совершили данное преступление. Но мы продолжаем следить за ситуацией и будем сообщать вам все подробности. Катерина, мы вот сейчас вместе со зрителями наблюдаем за тем, что ты видишь. Прямая трансляция твоя. Расскажи, это как далеко от места трагедии? И почему так много людей собрались? Посмотреть на работу ФБР или по другой причине? Это прямо на месте трагедии. То есть, непосредственно на месте самого взрыва. В принципе, да, собралось много зрителей, которые просто наблюдают за работой ФБР. Не сказал бы, что она отличается от того, чем занимались наши правоохранители непосредственно после взрыва. Но, может быть, они что-то знают точнее, перепроверяют, замеряют, делают свои расчеты. Напомню, что Луценко обещал уже сегодня огласить первые результаты расследования. Но, если учитывать тот факт, что Хабаров все еще делает определенные... Думаю, что надеяться на первые результаты сегодня не придет. Екатерина, собравшиеся, они с каким посылом пришли? Они боятся, что дело не объективно будут расследовать? Или о чем они говорят вот сейчас? Скорее всего, людей, которые собрались и просто наблюдают, нас пораживает то, что происходит. Они, может быть, не настолько в курсе ситуации, не знают о том, что это спецслужбы не нашей страны, что нам хотят помочь, нам хотят сделать такой добрый жест и проведение этого расследования, чтобы оно и правду было раскрыто, и виновные понесли наказание. Вот, ну что могу сказать еще раз? Смотрю, ох, прямо сейчас на место события. Все-таки все то, что было в последний час, проводилось в ВБР, и сейчас они смотрят возле... Даже на тротуарах смотрят какие-то сполки. Что-то непонятное для нас. Пытаются найти улики, в общем. Катерина, но ситуация такая неоднозначная. Понятно, что СБУ, скорее всего, молчат. Но вот собравшиеся, может быть, тебе с кем-то все-таки из управления удалось поговорить из службы. Как реагируют, во-первых, на медлительность ФБР, потому что президент Украины же сразу же коллег из США позвал. А во-вторых, ну, столько времени прошло, а они улики сейчас ищут. Что вообще СБУ не обижается, что их работу перепроверяют? Ну, мы еще ранее обращались к СБУ Украины, чтобы они предоставили нам какого-то эксперта, который бы смог прокомментировать все взрывчатки и то, что случилось. Но они отказывались. Они говорили о том, что идет клествие, и мы ждем своих зарубежных коллег. И, может быть, сейчас украинские спецслужбы просто выжидают, чтобы их отчеты, отчеты ФБРовцев совпали и просто подтвердить уже то, что им известно. Вот что нам удалось. Ну, в общем, один из вариантов они просто планируют списать. Насколько я поняла, но действительно очень странная ситуация, потому что ждали так этих экспертов. Вот они приехали, начали все переделывать, а время-то идет. Обязательно узнаем у взрывотехников, действительно ли можно найти улики через несколько дней на месте преступления. Катерина Петрова работает в Киеве. Обязательно с ней еще пообщаемся. Она следит за работой сотрудников ФБР. Снимать их нельзя, но зато мы знаем, чем они заняты.